Друзья, всех приветствую на канале. Продолжаю рассказывать о том, как правительство Украины творит беспредел касательно мобилизации. На Западной Украине существует схема, при которой представители организации ТЦК и государственной пограничной службы похищают людей, вывозят на границу, где имитируют побег из Украины, после задерживают, отправляют в ТЦК, где мобилизуют и отправляют служить на фронт. На днях в СМИ Украины была опубликована статья об истории Андрея Козюры, которого похитили на Западной Украине, отвезли на границу, где задержали якобы при попытке побега, потом отвезли в ТЦК, он прошел там ВЛК, типа добровольно, и сразу же отправили его воевать. Погранцы таким образом набивают себе статистику типа пойманных при попытке побега из Украины. Вы знаете, сейчас много фотографий, постоянно публикуют, что вот мы поймали уклонистов, которые хотели сбежать из Украины. Это сразу же подхватывают пропагандистские правительственные СМИ, где клеймят людей, называя вот ухилянтами, для того, чтобы сформировать негативное отношение общества. Государственная пропаганда Зеленского сформирует ненависть к таким людям для того, чтобы оправдывать потом незаконную мобилизацию. Ведь если люди ненавидят таких людей, то зачем обсуждать законность? Они же плохие. Какой может быть закон применен к украинцам, если они такие вот нехорошие? Так работает пропаганда. Человек насильно не может быть мобилизован. Насильно не может быть мобилизован. Есть два пути. Если человек получил повестку, а потом не явился по повестке, это сначала административное дело, этим занимается полиция, суд выносит решение. Если он уже был призван и не явился, то это уголовное дело. Опять-таки, занимается полиция. Но власть Украины не заинтересована работать по закону. Власть Украины заинтересована в том, чтобы мобилизовать людей любой ценой. Потому если в СМИ формировать ненависть к таким людям, то люди типа не будут обращать внимания на соблюдение процедуры закона. Хочу отметить, что в Украине не существует закона, который запрещал бы выезд из Украины для мужчин. Недавно я публиковал видео, как работники ТЦК и погранслужбы на Закарпатье похитили молодого парня, отвезли на границу, где имитировали, что он пытался сбежать, чтобы сформировать, соответственно, негативное отношение общественности к нему. После отвезли в ТЦК, где жестоко пытали, заставляя его добровольно подписать документы на мобилизацию. Хотя по возрасту он не подходил на мобилизацию и не могли его по закону это сделать, потому его пытали, чтобы он добровольно вступил в армию. И вот думаете, что власть Украины провела какое-то расследование по факту похищения и пыток? Нет, абсолютно полное молчание. В Украине больше нет закона, порядка, правоохранительных органов, судов. Творится полный беспредел, как в самых диких африканских странах. Также я выпускал видео, как баграничники, СБУшники и непонятные люди в Гражданском остановили бус на Закарпатье с молодыми парнями, а потом начали их избивать и потом поставили на колени. Есть какая-то реакция закона в Украине по этому поводу? Да нет, вообще полный игнор, потому что президент Зеленский, диктатор, дал на это добро. Также я недавно публиковал видео, как ТЦКшники остановили водителя дальнобойщика и пытались обыскать его грузовик, поскольку он не захотел. Это вообще не соответствует никакому закону. Они вызвали какую-то организацию, Левый Берия, которая с автоматами, угрожая насилием, вытащила этого водителя, избила его, повредила ему шею, нанесла многочисленные побои, чтобы утвердиться, обыскать его грузовик. Вы думаете, после этого правоохранительные органы провели какое-то расследование, кого-то наказали, был какой-то суд? Да ничего не было, полный игнор, всем плевать. А вообще, чем сейчас занимается СБУ, Служба безопасности Украины? Я публиковал целый ряд видео, как СБУшники целыми днями тратят время на то, что шерстят интернет, выискивая негативные видео и комментарии про Зеленского, про его офис президента, а потом фабрикуются уголовные дела и людей арестовывают, арестовывают пачками. Поймите, что в условиях страшной войны Служба безопасности Украины занята тем, что она читает комментарии, и если, не дай бог, вы напишите что-то плохое, и вас можно идентифицировать, естественно, поймать, они занимаются расследованием этих уголовных дел, людей арестовывают пачками. Вот такая вот сейчас важная работа СБУ Украины. Каким это образом способствует обороне Украины? Да никак. Президент Зеленский болен, у него паранойя, поймите, у него очень большие психические расстройства. Если он видит, что его не хвалят, не любят, и более того, кто-то критикует, он дает команду, барабанит кулаками, у него припадок, он ногами падает, орет, боже мой, арестовать, всех закрыть, уничтожить. И когда человека арестовывают, он мучается в камере, у него проблемы, он сидит и наслаждается, у него кайф, он получает, боже, как классно. То есть Зеленский это больной диктатор-шизофреник. Вы знаете, много в истории читали больных людей, которые получали удовольствие от своего могущества власти, которые пытали людей, занимались издевательством. Зеленский это то, что они не восхищались этим диктатором, не приветствовали, и более того, посмели его критиковать. Вот Зеленский такой же больной диктатор. Наверное, там через 100 лет, через 200 лет люди, ну я надеюсь, прозреют, будут читать книги про эту эпоху Зеленского, говорить, боже мой, как вообще могли такого урода выбрать во власть. В Украине есть такой государственный орган ЦПД, Центр противодействия дезинформации, который работает при РНБО, это Совет национальной безопасности и обороны Украины. Так вот, 27 марта 2024 года они на своем государственном сайте публиковали список тикток-каналов, которые в кавычках распространяют вражескую пропаганду. Этот список был составлен вместе с Департаментом кибербезопасности СБУ. Так вот, в этом списке указан мой тикток-канал. Мой тикток-канал, который я веду и где я критиковал власть Зеленского. Я обсуждал публичные новости, рассказывал о том, что происходит, о коррупции, о нарушениях прав человека. Так вот, они внесли меня в этот черный список врагов Украины. То есть государство Украины официально меня объявило своим врагом. Они бы, конечно, с удовольствием меня бы арестовали, но я живу не в Украине, я живу в США на ПМЖ. От государства Украины я не завишу никак, я не собираюсь ездить в Украину, я не использую украинские документы. Потому, конечно же, единственное, что они могут сделать, это писать гадости, составлять черные списки и указывать, вот смотрите, Ростислав такой вот враг, и мы его сейчас в списке опубликуем. Я начал защищать права украинцев в 2008 году. Создал проект о беспределе работников милиции. Проводил расследование о том, как работники милиции избивают людей, пытают людей, фабрикуют административные и уголовные дела. Как я работал? Я брал потерпевшего, оформлял, что я его представитель по доверенности, и ходил по судам, защищая его в судах, подавая иски, жалобы, писал заявления, проводил полное юридическое расследование от и до. И об этом всем рассказывал на своем сайте, показывая простым украинцам, как может обычный человек без адвоката пошагово защищать свои права. Это был ужас, что я увидел в судах, в правоохранительных органах полный беспредел. Но можно было хоть как-то бороться, можно было выигрывать, можно было доказывать свою правоту. Сейчас, к сожалению, спустя уже столько лет, этого сделать практически невозможно. Стало гораздо хуже, в 10 раз хуже, чем тогда, когда я начал этим заниматься. Украинское государство отблагодарило меня за мою правозащитную деятельность. Все, что я делал, это рассказывал о коррупции и защищал простых украинцев. Меня похитили возле моего дома в Киеве, увезли в лес, где пытали, калечили. Я потом лежал в больнице. Поскольку я не успокоился, против меня начали фабриковать уголовные дела. В итоге я оказался на территории Соединенных Штатов, и в Украине я уже не живу больше 9 лет. Мне постоянно все эти годы поступают угрозы, что вот мы тебя накажем, мы тебя достанем. Конечно же, постоянно, даже не власти, даже простые украинцы постоянно говорят, мы на тебя напишем донос в СБУ. Мы расскажем про тебя СБУ, СБУ вот тебя накажет. К сожалению, даже простые украинцы, которые якобы должны быть заинтересованы в соблюдении закона, занимают часто позицию тех, кто нарушает этот закон, а именно представители украинского государства силовых органов. Я переехал в США, где я постоянный житель, и я теперь плачу налоги в бюджет США. Украина, как государство, из-за своей политики потеряла гражданина. А Америка приобрела, теперь человек платит не в украинский бюджет налоги, а платит в бюджет Америки. Но украинская власть так на меня озлоблена, что поскольку не могут они арестовать физически, они составляют такие вот черные списки, где указывают про врагов народа, что смотрите, ни в коем случае не слушайте его видеоролики. Он рассказывает страшные вещи. Украина потеряла своего гражданина, был гражданин, который мог бы работать на государство, мог бы приносить пользу, приносить доход, платить налоги. Украина потеряла человека, а Америка приобрела, получила собственно рабочую единицу. И я не единственный человек, который оказался в такой ситуации. Огромное число украинцев уже переехали из Украины и будут платить налоги и в Америке, в Канаде, в Европе, или собираются переехать. Потому что сейчас в Украине кричат, у нас нет рабочей силы, у нас некому платить налоги. Конечно некому. А кто хочет жить в государстве, где тебя избивают, пытают и фабрикуют уголовные дела за твое мнение? Будет ли будущее у такого государства? Очень сложный вопрос. Я не знаю, что с Украиной будет с такой политикой через 5, 10, 20 лет. Но я знаю, что огромное число украинцев, которые уважают свои права, не захотят жить в такой стране. Людей в Украине сейчас держат силой, потому что власть, ну она же прекрасно осознает, что добровольно защищать бандитов никто не хочет. Потому силой удерживают. Они не могут показать, что мы открываем границы и посмотрите, что вот якобы никто не уедет, значит нас поддерживают. Нет, они боятся этого. Они очень боятся открыть границы. Потому что огромное число украинцев покажет на своем примере, как они относятся к этому правительству. Печально это все, что довели, полностью уничтожили государство. Очень печально на это все смотреть. Но единственное, что можно сделать, это все-таки стараться, чтобы украинцы сохранили свою жизнь. И при возможности покинули эту страну, переехали в более цивилизованный мир, работали там, платили налоги и жили, развивали свою жизнь. В Украине, к сожалению, этого сделать уже будет практически невозможно. Продолжение следует...